всем бобра с вами капитан немов и сегодня я хочу представить как и обещал обзорчик вот такой моей гитары это гибридный инструмент это гитара гибрид потому что она сочетает себе и бас-гитару и обычную трехструнную сигарбокс гитару на которой вы играете постоянно эта гитара для человека оркестра кто такой человек оркестра но вы знаете наверное сидит такой мужичочек или старичочек и играет на всем обвешаны полностью там всякими дудками звенелками бренчалками перделками трещалками трещотками и всякой разной такой вот гремящей шумящей штукой и играет за всех ну и соответственно он и получает денег за всех это же логично иначе бы зачем тогда человек оркестром был бы вообще бы нахрен никому не нужен опять же это смотрится интересно это оригинальный проект но если вы человек который не умеет один играть не умеет сам за себя ответить потому что если ты напился или продинамил концерт отвечать будешь ты лично не какой-то там оркестрант который пришел или не пришел или забыл тебе позвонить или попал в аварию или встал в пробке только ты будешь отвечать за свои косяки ты отвечаешь но ты получаешь за это три раза больше чем обычный музыкант почему потому что ты играешь за всех ты играешь за всех в чем и особенность этой гитары в чем особенность в том что мензура этой гитары удлиненная то есть на данном инструменте мензура 720 миллиметров но в принципе я так и делаю 800 720 для баритона инструмента это очень хорошо вот что здесь у нас анкера здесь нет но гриф довольно толстый он как бы не изогнется уже это точно толщина грифа подобрана таким образом что он не изгибается при сильно даже сильно натяжение но может совсем чуть-чуть пределах нормы значит здесь у нас стоит три колка обыкновенных гитарных и один басовый ретейнер но иногда не ставлю ретейнер это все зависит от от данной конструкции хампакер стоит рельсовой вот гнездо ручка громкости да и так как я там написал что гитара продается дорого то есть такие гитары действительно они стоят дорого почему потому что если вы практикующий музыкант не просто который сидит на кухне как сейчас я и шпилит так вот для себя так сказать занимается и что-то делает но если вы играете постоянно да то этот инструмент такого плана инструмент он вам позволит очень много сэкономить денег то есть заработать заработать на чем на услугах бас-гитаристы а это очень важно потому что потому что вас гитарист хорошего днем с огнем не сыщет ну ладно допустим вы человек стали решили стать человеком оркестра что для этого нужно естественно нужен инструмент который бы сочетал в себе и бас-гитару и обычную гитару то есть ритм-гитару иногда соло-гитару и так сказать нужно еще придумать что делать с ритмом что сделать что я делаю я бью в чемодан у меня чемодан это драм-машина мне там две педали стоят одна как бочка другая как малый то есть там ну кто знает тут видел наверное там на одной педали бочка то есть он бьет в корпус чемодана это такой мощный звук получается такой бум-бум а вторая педалька стучит по тамбурину и деревянному блоку который закреплен как бы с другого конца чемодан и получается такое интересное звучание вот ну можно ведь использовать драм-машинку можно использовать например эти электронные педы с мозгами да ведь это же здорово она будет звучать фирменно вот но в любом случае вы должны можно кстати лупер использовать это очень хорошо начал играть какой-нибудь ритм записал кусочек начал играть басовую партию опять записал кусочек зациклил все у вас уже готовы аккомпанемент собственно да и вот вам нужен такой инструмент естественно где его взять где его взять но можно взять например какую-нибудь старую гитарку натянуть на нее басовую струну ну опять же там мензура маленькая понимаете все зависит от того но звук зависит того что какое какое натяжение струны будет если струны будут болтаться как веревки это плохо а если они будут перетянуты на них играть будет просто невозможно вот и рано или поздно там неожиданный момент струна лопнет его харю рассечет быть здоров только в путь поэтому струны надо подбирать правильно под какую тональность вам удобнее будет вот это гитару я сделал тональности соль это классическая тональность и она и звучит тоже хорошо звучит как в таком варианте то есть с басовой струной так и в обыкновенном за счет струны без оплетки звук получается более такой прозрачный понимаете да чувствуете разницу вот я написал что эти инструменты дорогие почему дорогие потому что вы экономите кучу денег во первых вам не нужен басист во вторых вам не нужен барабанщик и в третьих вы получаете свободу то есть вы сели в тачку или там ну такси как я езжу на такси например все в такси закинул туда все свое барахло приехал отыграл собрался вызвал тачку уехал все никаких дележки денег а ты мне там доплатил не доплатил а я там сделал столько-то а вот давай по чесноку ну вот этого всего вы будете как сказать хорошем службе смысле лишены поэтому но если вы не хотите всего надо надоело вам уже бороться со своими партнерами то есть смысле с оркестрантами с музыкантами постоянно искать замены какие-то делать выбирайте этот путь и он принесет вам в первую очередь свободу свободу как в твор творческую так и в общем в какой-то степени и финансовую а это трудно но что делать что делать к сожалению приходится за все платить мама дейвизба фрукты и 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 Так, ну, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Капитан Немов, всем бобра еще раз, и я думаю, вам понравилось такое мое изобретение, гитара-гибрид для человека, оркестра. Всем пока, подписывайтесь на канал, ждем новых видео, будут хорошие видео. Спасибо, всем пока, всем здоровья, успехов, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok